Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, и я приветствую вас на канале Герои Ант Компани. И сегодня мы хотим представить вам самую долгожанную модель Лука Лекон. Проверим наш новый лук в работе. Первым делом одеваем тетиву. Одевать мы и будем с упором в бедро. Одеваем нижнюю петлю, берем одну руку за верхнее плечо, другую руку берем тетиву, переступаем через рукоять, упираемся нижним плечом в подъем стопы, рукоять упираем в бедро и всем корпусом надавливаем на верхнее плечо. Одеваем тетиву, после чего проверяем, чтобы тетива легла симметрично в зарубке и в направляющую. Ну что, лук готов к работе? Как многие помнят, не так давно мы представляли прототип Лука Элефант на выставке Стальная Грань. С тех пор эта модель прошла испытание, и в ходе испытаний и тестовых стрельб были получены новые данные, которые были внесены в форме доработок в этот лук. И сейчас мы представляем уже готовую модель, которая в ближайшее время будет поступать в продажу и желающим ее привезти. Что представляется в этот лук? Это рекрусивный лук класса Хантербоу, длина лука 60 дюймов, лук имеет ортопедическую рукоять, прицельное окно, рекрусивные плечи. Рекомендуемая база, высота тетивы для этого лука 8 дюймов, это позволяет вести стабильную стрельбу и высокоточную. Кроме того, в данном случае мы видим лук в черном цвете, но лук может выполняться также с прозрачным циклопластиком, и цвет будет определяться тем деревом, которое пожелает заказчик. Рукоять лука выполнена в форме пакета из ценных сортов древесины, в данном случае темный орех, но, опять же таки, как я уже говорил, такие луки, как правило, изготавливаются под заказы, поэтому дизайн рукояти может быть по вашему желанию. Несколько подробностей касательно данного лука. Самое первое, чтобы лошаться в глаза, это великолепная ортопедическая рукоять с глубоким пистолетным хватом. Кстати, рукоять эта изготавливается как для правой руки, так и для левой, то есть человек заранее может оговорить правша или левша. За счет высокого прицельного окна здесь можно использовать как постоянную охотничью полочку, так и спортивную пружинную или магнитную, как пожелает стрелок. На плечах могут быть устроены как кожаные кобылки с направляющими, или же плечи могут быть изготовлены с прорезью для надетивы и с демпфером. Тетива может быть использована как динафлайт, быстрая тетива, так и эластичная тетива из закрона. Как пожелает заказчик, длинные плечи обеспечивают мягкий вытяг, а рекрусивная форма плеч обеспечит высокой скорость. Кстати, этот лук показал очень высокую скорость даже выше, чем у Сатурна. По одинаковых стрелах. Так что, несмотря на свои достаточно приличные размеры, лук очень скоростной. Для кого мы рекомендуем такие луки? Эти луки мы позиционируем в первую очередь класса Hunter Bow. Поэтому такие луки мы рекомендуем в первую очередь для соревнований по 3D Archery и Field Archery в дивизионах Hunter и Instinctive. Кроме того, эти луки будут интересны для любителей стрельбы в тире по мишеням, для развлекательной стрельбы. Этот лук одинаково хорошо пойдет как мастеру, так и новичку. Потому что учиться всегда лучше на хорошем. Тетива на луке в данном случае используется до кроновая. Но заказчик может заказать также тетиву из динфлайта. Кстати, мы ее рекомендуем для соревнований по 3D Archery и не только. За счет того, что такая тетива обеспечит большую скорость выстрела, особенно карбоновых стрел. Можно сказать заключение. Хороший лук. Рекомендую. В нем сочетается классика и современность. Всем хорошей стрельбы. Ждем вас на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок